Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о популярности хоккея. У нас в гостях три игрока. Это герой сюжета Сергей Макаров, это солист культовой группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Андреев и дважды олимпийский чемпион Александр Кожевников. Здравствуйте. Добрый вечер. Я так правильно понимаю, что могла сложиться карьера у вас, что вы были бы игроком в хоккей, а не певцом и любимцем? Ну, наверное, да, потому что, видимо, не слишком было сильное давление у меня на родителей. Хотя коробка была во дворе, мы с 7 лет, даже 6 лет мы ее заливали, строили. И каждую зиму мы играли чуть ли не каждый день. Ну, когда сделаешь уроки. Поэтому родители не пускали. Такой последователь. Да, пока что сделай дело, гуляй смело. Хотя игру обожал, игру обожал, но как сложилось, так сложилось. Да и то сейчас уже, вот я уже 9-й год играю как любитель. Ну да, кстати, вот вы-то следите за тем, чтобы успеваемость у ваших воспитанников в школе была, вот как вот Кирилл сказал, что сперва уроки, потом коробка. Меня называют районный папа. Поэтому вот сейчас стали электронные дневники. Гораздо проще было, когда были дневники обычные. Я говорил там, скажем, так, завтра ты и ты с дневником посмотреть, что там у тебя. А вот Кожевникова, если верить тому, что пишут мои коллеги, вообще из школы выгнали. Было дело? Да. Да, очень лаконично, я ответил. Да, нет, я могу объяснить. Да, пожалуйста. У нас школа была имени Белинского в городе Пензо, поэтому там очень строго было. Хотя ты за школу выступаешь, там за все, за все. Все соревнования там, ну, раньше как все. Ты спортсмен, ты бег, и лыжи, и гонбол, и футбол, и все. Ну, первый урок я же пропускал, и очень часто уезжал на соревнования, потому что я попал в сборную страны, но эта школа не интересовала, очень здорово. Ну, решили меня выгнать. В Советском Союзе это было невозможно. Ну, как невозможно, если я отучился в ШРМ. Это школа рабочей молодежи. Да, да, да. Я помню, что такое ШРМ. Да, вот вообще золотые. А то отличником окончил. Это да. Интересно, вот как ваши вот эти учителя, там, или, не знаю, директор, завучи, кто вот принимал решение, потом, когда Кожевников встал в Олимпийский ученик, что они говорили, это наш ученик. Да, да. Мы его выгоняли. Это так и было, да. Но только без этой фразы. Я понимаю, да. Вернись, приходи. Но фотография висела. Нет, я в этом году стал чемпионом мира среди молодежи, и они сразу бы так начали меня опять половать, чтобы я хотя бы там окончил школу. Но характер, принцип доверился другим людям и пошел туда. Кирилл, а у вас в школе, вот где вы учились, там висит доска какая-нибудь, что у нас учился? Что-то есть подобное. Мы каждый год собираемся в как бы, в выпускной вечер, да? И мне было приятно, когда висит моя доска, где я там с пятого по десятый класс. А у вас был такой дядя Сережа? Вы помните своего тренера? В школе у нас был Алексей Александрович Майоров. Он, кстати, пришел из хоккея. Он нас вел с четвертого класса по десятый. Он как бы был такой спортивный папа. Сергей, вы лучший тренер нашей столицы, города Москвы. Я это просто прочитал. Расскажите вообще вот про эти награды. Я получал награды, я сам играл в хоккей, вот, и я получал как тренер награды. И вот на одном чемпионате по роликам хоккею я получил сразу четыре медали. Что-то вот так, чтобы было видно. Я даже не... Ну да, здесь есть очень такие значимые семейные медали. Мы занимали в Москве второе место. Папа, мама, я, моя семья спортивная. Как вы дошли до жизни такой, стали лучшим тренером в Москве? Было одно время, когда, скажем, было проблемно с кружками, секциями. В школах-то ничего не было. У меня начали расти мои дети. И я понимал то, что надо было их убирать с улицы. А команду как собрали? У меня было такое количество детей на тренировках. Если я там, скажем, начинал на, скажем, маленьком теннисном корте, то где-то через год мне не хватало стандартной коробки 60 на 30 метров. Вот. Я вообще был первый тренер, кто поставил детей на ролики. Хоккей стал во дворе круглый год. Поэтому результаты всегда были такие хорошие. Вы упомянули своих детей, что вы ради своих детей заливали. Сколько их у вас? Ну, у меня вот сейчас трое детей, уже пять внуков. Все стоят на коньках? Ну, на коньках-то точно все стоят. Ну, мы же дети Советского Союза. Мы занимались и футбол, и лыжи, и там, скажем... Я вообще любитель зимнего троеборья, лыжи, стрельба. Вот. И здесь... Ну, хоккей — это как корни. А, скажем, все дерево спортивное уже собирает в себя все остальное. То есть вы про себя можете сказать, что вы профессиональный хоккеист теперь? Нет, я никогда не был профессиональным хоккеистом. Вот рядом со мной сидят профессиональные хоккеисты. Ну, профессиональные... Я начинал, как сказать, как любитель... Все-все-все-все-все. Я никогда не был профессиональным хоккеистом. Это вот сейчас профессионалы, а мы-то любители. Наверное, мечта сейчас любого моего друга — сидеть с таким непрофессионалом рядом. А любая подруга хотела бы сидеть на вашем месте вот с другим... Я думаю, что да. Ну, у меня всегда была команда девчонок. А, вот как! Да, у меня дочка даже занималась хоккеем. Это серьезная команда, там, скажем, такого большого российского уровня. Скиф на базе Спартака. Александр Викторович, а вы прям сразу стали играть... Ну, давайте называть вещи своими именами все-таки в профессиональных коробках, или вам во дворах тоже довелось? Нет, я почему-то в дворе и начинал. Компьютеров же не было. Вечером все выходили во двор. Я лет до восьми в воротах простоял. Валенки одел, все толстые, шайбы были мягкие. Это сейчас шайбы, а раньше шайб не было. Или банки, или мяч, или мягкие такие шайбы были. У нас завод выпускал. Они и меньше размером были, и были мягкими, поэтому не так уж больно было. Ну, вот ты стоишь в воротах, отбиваешь. А хлюшки? А хлюшки с бески обмотали назывались. С дерева резали, углы там придумывали. Ну, понимаем, как она вставлялась там. Склеивали, заматывали. Мы же не знали, что они делаются из бука, да? А мы сосну там попилили. Она бабах расщелкнула по шайбе, она полетела. Все, надо изолентой сматывать. У тебя изолента другая была, она была в спале с толщиной. Такая черная. Да, да, руки все. В школу даже не пускали. Поэтому прошли, радостное было время, потому что все во дворе, как бы ты в коллективе находишься все время. А когда уже профессионалом не занимаешься, там уже такое время тяжелое было. Ну, не тяжело, она в радость была. Ну, у меня далеко было. Я ходил 7 километров вверх, 5 утра. Надо успеть в школу хотя бы на первую. Ну, как всегда, опаздываешь. Потом после обеда опять туда же 7 километров и 7 назад. И вечером в школе. Баскетбол, там волейбол. Сергей, а ваша первая клюшка? Ну, как Александр Викторович говорит, из хорошего вяза, уже заранее загнутая. Это когда было? В какие-то годы вы? Ну, это как раз начало 70-х. Он позже начинал, потому что мы разные годы у нас. Да. Наверное, прикол вам расскажу так. Был такой вратарь, Григорий Марчичан, кстати, олимпийский чемпион. Но он невысокого роста был. Ну, раньше поднимать шайбу было... Это же великие люди могли шайбу вверх поднять. Он ложился в ворота в кепочке. И все, и лучший вратарь был в стране. Я олимпийским чемпионом стал. А у вас есть какие-то свои технологические приемы, которыми вы гордитесь? Ну, все это, скажем, уже позаимствовано у наших великих спортсменов. Здесь очень много мне пришлось дорабатывать на роликах. Ролики, вот это действительно мое. Я на роликах делаю все, что хочу. Вот все те упражнения, которые делаются на льду, я делаю реально на роликах. На роликах это сложнее, да? Да, конечно. Вы занимаетесь только с ребятами, которые в вашем районе живут, с соседями, или может кто угодно прийти? Нет, открытая площадка. Вообще дети... Вот на начальной саде вообще дети ездили с Пономосковья. Это болезнь, которая не лечится. Она называется хоккей. Вот если ты любишь хоккей, то нету расстояний, препятствий, ничего нет абсолютно. И сколько вы этой болезнью заразили? Ну, вы представляете, допустим, если я стоял у истоков роликовых хоккея, вариант такой, что огромное количество людей играет вообще по всей стране. Это Башкирия, Уфа, там, скажем, в Ялте команда. Вот южные регионы, это вообще вот им прописная истина. Я не знаю, там вот кто занимается, скажем, хоккеем. Вот развивать роликовые хоккеи на юге, это просто сам Бог велел им. А есть какой-то возраст, после которого вы не возьмете человек? Скажете, уже поздно, раньше надо было начинать. Да нет в хоккее никакого возраста. Ну как-то нет, но... Вообще никакого возраста. Ну, вот Александр Викторович знает всех наших, Виктор Иванович Кузькин, он играл, я не знаю, с 40-го года рождения он играл, я не знаю. То есть вы научить любого можете? А? Научить любого можете. Ну, сейчас тяжело, конечно, Сережа. Я так думаю, что сейчас тяжело, но вот давайте так, я где-то в 10-10, половина пошел в хоккей. Ну, у вас уже была спортивная, да. Я настолько фанател, что я катался по 8 часов в день. В 14 я уже в сборную попал. Просто надо любить и фанатеть, не сидеть в компьютере, да, а заниматься этим. Это страшная вещь, любовь. Вот еще Сергей, прям с уважением, что он детей собирает и занимается этими. Кирилл, не кажется вам, что вот хоккеем, там очень много элементов шоу-бизнеса. Вот, ну, таких вот, в хорошем смысле понтов. Ну, форма там, как-то вот, движение. Или никогда не задумывались об этом. Ну, не знаю, есть прикол, когда, допустим, любитель, который выходит, не главное, как ты играешь в хоккей, главное выйти из подъезда. Да. Соседи, смотри, как ты вышел с этим баулом, с клюшкой, о, хоккеист пошел, да, да. Сергей, вы можете научить, допустим, вот, ну, допустим, Кирилла сейчас чему-нибудь, вот, взять и показать что-нибудь ему. Не, ну, тут кто играет в хоккей, здесь же еще у нас, как сказать, есть мужское начало в каждой голове, да. Всегда проще учить детей. Дети слушают и делают. Нас, взрослых, уже, как сказать, учить всегда тяжелее. Я начал 8 лет назад, вот, и сравнить мой уровень, тогда и сейчас, это небо и земля. То есть я, как бы, и вижу площадку, и у меня скорость добавилась, и чувство, не знаю, там, и хорошая техника с шайбой. То есть, ну, ну, у нас есть тренер, который нас тренирует, и это, слава богу, потому что без тренера это очень сложно. Ты будешь стоять на месте, у тебя никаких будет, никакого прогресса не будет. Поэтому, правильно, желание, желание. Тоже вот, вот, человек занимается этим, дай бог ему здоровья, чтобы он привлекал больше детей, конечно, к спорту. Вот очень хорошо учить девчонок. Вот это просто... Вот это я понимаю. Да, это тот пластилин, который лепится. Девчонки слушают и делают. Ну, я так понимаю, что по объему практики текущей, вы, как бы, конечно, здесь, если сейчас начнем чеканить, то вы своих соседей сейчас уберете, я так понимаю. Легко. Да? Женик сразу знался, сказал... А зачем? А зачем? Зачем? Он легко уберется, и все. Зачем пробовать-то? Ну, продемонстрируйте что-нибудь, Сергей. Лучше один раз увидеть. Да, давай, Сергей. Не, ну, просто уже это все возрастное, там, скажем, лишний раз наклоняться к клюшке, я тоже не советую. Это уже лентяйство, это уже лентяйство называется. И как Александр Викторович правильно привести в девяточку. Я даже не прошу, Кирилл, чтобы вы продемонстрировали что-то после... Или готово. Это бесполезно уже, Кирилл. Мы посмотрели, это бесполезно. Это мастер, понимаешь? Все, возьми меня в школу, Сережа. Он живет этим, Сережка живет этим. Да, да, да. Таких людей больше, как Серега. Это фонарь. Это листый фонарь. После рекламы мы познакомимся с одним из учеников нашего героя Сергея Макарова, который стал чемпионом НХЛ.